Приветствую вас. Вы знаете, я понимаю ваше переживание, понимаю, как вам тяжело сейчас, понимаю, что вы действительно разрываетесь между двух огней, между двух палецов, вот. Но мне почему-то, вы знаете, мне почему-то кажется, что когда вы говорите, говорите о том, что произошло, когда вы рассказываете, да, вот о том, что вот молодой человек, значит, там, как-то плохо с вами поступил и так далее, да, вот. Когда вы об этом говорите, у меня, у меня вот есть такое подозрение, и оно довольно, знаете ли, такое серьезное подозрение, что, значит, как бы, конфликт, он начался раньше на самом-то деле. А конфликт начался еще какое-то время назад, когда, собственно, ваша мама начала относиться к ребенку, о этой, ой, ой, прощение, к вашему молодому человеку, ну, не всерьез. Вот. И, соответственно, вникает вопрос, а почему, почему она воспринимает его не всерьез? Почему она не воспринимает его как, ну, как серьезного молодого человека, вашего и так далее? Почему? Чем это обусловлено? Вот, собственно, вот эту основную проблему, мне кажется, вам ее нужно для себя разобрать. Потому что она, эта проблема, важна, и она, как бы, идет на первом месте на самом-то деле, понимаете? Вот. Далее. Также очень интересный момент, связанный с тем, почему ваш молодой человек не знакомится без сих пор, значит, с вашими родителями. То есть это тоже заставляет сомневаться в его серьезности, понимаете? Ваша мама, ваша мама, она не принимает ваш выбор, она не соглашается с вашим выбором, она считает, что вы неправильно сделали свой выбор, понимаете? И это тоже, так или иначе, проблемы во взаимоотношениях уже между вами и родителями, понимаете? То есть, собственно, такова, что конфликт произошел не сейчас, а конфликт произошел на самом-то деле. Какое-то время назад, просто он достиг той, может быть, стадии, когда вы на него обратили внимание сейчас. Но то, что конфликт произошел, начался давно, это факт. И давайте подумаем, значит, в первую очередь о том, допустим, как вы относитесь к тому, что, вот, молодой человек, да, значит, не хочет знакомиться с вами. Ваши родители. Не считаете ли вы это признаком, например, несерьезного поведения с его, ну, с его стороны, да? Не считаете ли вы это каким-то, ну, таким, знаете, знаете, может быть, может быть, немного тревожным знаком, да, для себя и так далее? То есть, по сути дела, речь идет о вашей постановке вопроса именно в отношениях, да, то есть, именно речь идет о том, как вы себя позиционируете в отношениях, понимаете, с молодым человеком. Например, если он с вами уже, ну, какое-то время, да, если вы с ним уже, там, какое-то время знакомы, то, соответственно, нет ничего удивительного в том, что вы хотите, чтобы он знакомился с вашими родителями. Но он не хочет. И возникает тогда вопрос, если он не хочет, может быть, он не так серьезно и настроен по отношению к вам, а если он не так серьезно настроен по отношению к вам, то, может быть, тогда за него не стоит держаться? Понимаете? То есть, именно вот моментов, моментов здесь, о которых можно, ну, можно с вами разговаривать, моментов, о которых можно с вами общаться, довольно много. Вот. Что касается родителей, то здесь тоже свой момент, тоже, на мой взгляд, довольно интересный. Например, почему ваши родители обижаются на вас, когда вы строите свою личную жизнь? То есть, они, получается, не придают должного значения в вашей жизни, может быть, личной или вот как-то так. И тогда, соответственно, вам нужно для себя постараться понять такую одновременно печальную, но в то же время полезную вещь, что родители, вот какими бы они ни были, да, родители, они никуда от вас не денутся. Они все равно будут с вами, а молодого человека вы рискуете потерять, и если вы его потеряете все-таки, то вернуть вы его уже вряд ли сможете. Понимаете, то есть, приоритет нужно делать всегда в сторону все-таки личной жизни, вот, но без ущерба себе в этой личной жизни, понимаете. А у вас получается такая ситуация, что вы себе вредите, и вот это, если честно, не очень понятно. То есть, вы как будто ставите себя в определенную позицию, да, в определенную позицию, в позицию жертву вы себе оставите, вот, и снимаете как бы из себя ответственность за то, что вот, собственно, происходит, за то, что с вами творится. Вы говорите, вот, как так, да, но ведь, если вы, например, со мной согласитесь на тем, что я говорю, то вам будет понятно, по идее, что то, что случилось, это не то, чтобы обязательно ваша вина. Вот, давайте мы не будем никого винить, да, не будем никого обвинять все-таки, вот, делает неблагодарное, вот, поэтому давайте мы не будем никого обвинять, давайте мы просто с вами скажем так, что это ваше ответственность, вот, то, что вы делаете, это ваше ответственность, и вот эта самая ответственность ваша, она игнорируется, к сожалению, вами. То есть вы считаете, что в том, что произошло, виноват, виноват, ты или виноват, в первую очередь, ваш молодой человек, вот. Спорить с вами, конечно, я не буду, но подумайте, если это ваши люди, это ваши люди, да, то вы этого молодого человека выбрали. Вы, получается, ну, с его отношением таким мирились, соглашались и так далее. Ну, а он, соответственно, так себя ведет, и это нормально. Вот, было бы странно, если бы он вел себя, знаете ли, знаете ли, как-то по-другому, вот. То есть, значит, по сути, речь идет о том, что вы, вы отчасти самостоятельно опосредовали эту ситуацию, в которой оказались. И я рекомендовал бы вам пересмотреть свои отношения как, значит, как с родителями, так и, в принципе, с молодым человеком тоже. Вот. Ибо и то, и то у вас, на мой взгляд, достаточно печально, и то, и то у вас, на мой взгляд, достаточно сложно. И вот, чтобы было, ну, все-таки как-то по-другому, вот, с этим нужно что-то делать. И для того, чтобы такого в будущем больше никогда не повторялось, вам нужно менять свою линию поведения. Вот. А как вы ее будете менять, это уже зависит от вас и от того, чего вы хотите. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok